Мам, помнишь, я с челкой ходила? Ты хочешь, чтоб я челку себе лезла? Делай, конечно, лучше с челкой. Вот так вот. Мать знает, как лучше. Родная мама знает, как лучше. Не, я с челкой ходила, мне всегда даже папа говорил, что это. Ой, как хорошо, с челкой сразу помолодела. Я, кстати, потому что пенсионеры с челками ходят, заметила. Я просто, видишь, ее когда стрижешь с челкой-то, она же ложится неровно, и потом начинает мне писать тоже девочки. Ой, челка неровно, да криво лежит, да. Ее же, видишь, надо ухаживать, ухаживать. Ой, да ну тебе, ты же хорошо. А как ты имеешь в виду, прямо, или я вот, помнишь, косо резала? Нет, прямо. Просто прямую. Не знаю, я прямо увидела, все прямо. Ой, девочки, я тоже хочу челку. Пишите свое мнение. Давайте проголосуем. Вот прямо напишите. Челку, челку, не надо челку, пишите. Сделать челку, или не надо челку. Тебе нравится, как он написал? Ну, некоторые ничего. Ну, вот я буква, вот я буква. Мама заставляет Вадимку тут писать. Посмотри, какая буква я. Да, мама, да, да, да. Ну, слушай, это так-то нормально. Мама решила тут это ему написать, чтобы он подписал. Ну, более-менее. Слушай, он у тебя как-то так, ну, мелкие буковки. У нас Вадимка крупно пишет, и мама его хочет переучить, чтобы он мелко писал. Она Кирилла тоже переучила вообще быстро. И Вадимка тоже хочет переучить. Слушай, у тебя ненормальные буквы вот. Ну, я чуть-чуть, да, ну, лучше стал, лучше. Некоторые... Это он для меня старался, чтобы я не доставила его. Подобой. Ну, букву Чет. Ну, вот видишь, он, у него привычка маленьенькую, потом рядом большую пишет. Вот Чеха, посмотри. Маленькая, потом рядом большая. Ой, я сейчас сейчас чихать буду. Я попростила под... И вот этот. Мама показывает, что она кладет... Добавляет машину стерильную. Ты порошок сейчас... Пол капачка этого, пол капачка. Пол капачка, ага. Ты порошок стерильный вообще сейчас не кладешь? Мама сказала, нет. Да, я не стираю. Нет, она вот только вот этот, жидкий. Это жидкий порошок. Жидкий. Жидкий порошок. Жидкий. Ага. И вот это от ржавчины в машине. Каждый раз. Каждый раз. А там что, есть место-то в отсек? Да, там много их. Ага. Ты знаешь, который отсек-то кладет? Конечно. А если у тебя это в стирку ульется? Или пофиг? А как оно тоже, это, оно тоже стирает. В стирку попадает ничего такого, что белье в этом? Конечно. А она в срок. Она стирает, и тут же это... Ну, ладно. Защищает, чтобы она не ржавела. Ну, потом не пахнет вот от этим. Никого не пахнет. Ну, все, поняла. Тоже маленько, того-то наливать надо. Угу. Ну, вообще чуть-чуть, а? Чуть-чуть. Этого пол-колпачка. Ага. Тут даже нарисовано, вон они. Да-да-да. Вон, видишь, до линии. А там тоже маленько. Чуть-чуть. Слушай, пера, стоп. Нет, я сюда так делаю. Офигеть. Я не жалею, не нашу машину там. Сразу купили, была машина. Как кончаться, я опять... И вот это вот, вот это стоило... Я когда последний раз взяла... А знаешь, сколько стоило? 220, 215. Вот раньше, да, была, да. А сейчас знаешь, сколько стоило? 499. Это, считай, 500. Мама, а что ли, сколько тебе их хватает? А теперь... Ну, долго. Да долго, да. Ну, короче, полкану. А ты сколько в день раз стираешь? Три раза в день? Я каждый день, один раз только... И то не каждый день. Да, я по два, по три раза у нас. У тебя и семья, это совсем другое. Да, по многому стиран. А сейчас этого, знаешь что? Это же больше литра. Как оно? Вот оно. Больше литра. А сейчас, знаешь, как она... Надо подешевле. Так, знаешь, как сделали? 780 миллилитра. Половина? Стоит 290. А, ну, все равно не выгодно. Вот это выгоднее все равно, да? Не знаю. Так, это получается 490. Я не брала еще по дороге-то. А, не брала? Ну, ладно, все. Вот так вот. Ничего себе подражало, все. Дети что-то у меня там смотрят, да? Вот так вот. Вадим-ка, я думаю, что там такое? Что смотрим? Реклама. Я говорю, что смотрим в рекламу, пятерочка. Он куда-то собрался. В туалет, наверное, работе пошел. Не, я уже сегодня ходил в туалет. Нарез какой-то. Тихонько не бегай, не пугай его. Тихонько, тихонько, не напугай его. Наоборот, его позови, скажи, кс-кс-кс. Он, вообще-то, Вадим, как тебе вроде собирался идти. Что-то резко побежал. Вадим, поиграй с ним. Позови, скажи, кс-кс-кс-кс. Он вчера, вот, Вадим-ка с Дикси так бегал, играл. Я вот не поснимала. Он так с ней разыгрался. Он только с дедушком играть здорово. А где ленточка? Он на шарике ловит. Шарик ловит? Ловит. Вот дедушка встанет вот здесь, а там Марсик. Он вот так бросит, а там он подскачет. Шарик. И он руками ловит. Шарик. Ты видала, когда-нибудь, чтобы кот ловил шарики? Я говорю, надо в цирк. В цирк, в цирк, в цирк надо. Вот так. Ну что, Марсюнечка, все, пока мы сладкие. Пока мы пошли. Хорошо поели, хорошо поиграли дети. У тебя футболка под свет. Глаз видишь? Угу. Кирюшка сейчас понесет... Кирюшка сейчас понесет мусор. Бамушки с дедушкой будет выносить, да? Покаливай, хороший кот. Вот такой вот. Длинненький, да? Фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу. Он такой равнодушный, равнодушный. Ты король, да? Король, конечно. Да, ты важак. Такой, ага, вяленький, ага, равнодушный. Ну, конечно, ну я уж встал, скажи. А представляешь, а Дикси? Дикси у нас как? У него, знаешь, сколько шерсти-то, о-о-о-о. Ну ладно, пока. Спать хочет, наверное. Спать, ну. Пошли пока, мамулечка. мои уже убежали на улицу ты жду и дети уехали мусора выбрасывать хотела я идти сходить и через экспрессе поснимать а никого у меня полный нос я вот так вот швырку постоянно как какое видео для второго канала не очень будет что-то что-то кирюшка сходил все вижу у меня этот смс спикала кирюшка положил себе детишку на тинькофф банкомат здесь как раз есть тинькофф банкомат он он этот пятерочки сына пятерочки он положил денежку давно хотел положить он пятерочки сыночка только что смс пришла он в банкомат положил денежку у меня на телефоне когда свою карточку положить давай с той стороны его посмотрим на ногах красные пятна в общем все идем домой юра на работе сегодня долго на работе будет поехать поехали поехали нам как хорошо идут мои красавцы идут сходил в пятерочки нашел банкомат тинькофф денежку туда положил довольный такой идет все идем домой надо туда на светофор мы пришли только что домой только заходим мы зашли еще фикс прайс магазин это вот я для ванной комнаты купила это на кухне на кухне мне надо было полотенце бумажное полотенце это у нас большой размер xxl здесь каждом 200 листов такие вот большие взяла сегодня вроде бы по карте фикс прайс по карте скидок дешевле дешевле этот наборчик был так дальше здесь вот это тоже вроде бы набор был по карте дешевле чем он так стоил так он стоил 249 показ если по карте фикс прайс то то 220 вроде бы да так размер 180 на 80 шторы для ванной прочная написано мне понравилось слово прочная 12 колец комплекте из водоотталкивающей ткани расцветок там было не очень-то на выбор всего два цвета вот такая расцветка и такой темно-темно лиловый цвет я не стала брать посветлее всего слишком темный показался вот и это у нас корзина для белья был конечно серый цвет однотонный но он опять темный показался я не знаю взяла такую расцветку я покажу вам поближе вот такая вот корзина для белья 50 до 40 на 50 там разные они всякие есть три вида вроде бы это самая большая мне надо было побольше что бывает иногда ну я стараюсь конечно сразу же как постельная снимая сразу же стираю его бывает иногда куда-то пошла ухожу из дома раз корзину сложила либо одежду сложить надо куда-то у нас есть тазик просто в тазик кладем тазик небольшой вот этот побольше вот эта корзина побольше так и сюда буду складывать сейчас я соберу скажу вам как как смотрится ребята все я собрала корзину вот так вот выпрямила ее мне она сейчас то очень понравилось единственное что не хватает твердого дна здесь нет вообще про получается что твердого дна вот здесь вот видите как пружина там стоит и держит форму за счет этого вот так вот да а здесь получается них нет нет на не каркаса нет мягкое все я сначала думала как стоять она будет а ничего наполненная стоит полотенца сложила до блока юрина все сейчас на машину поставлю это все на кирилл мне повесил шторку для ванной вот так вот она выглядит лучше видно длинная почти до пола цвет такой очень миленький нежный как подходит к нашим стенам и вот сюда я поставила получается корзину для белья для грязного белья здесь еще тазики положила очень классно на машине мне удобно здесь я как раз думала что-то будет такое купить и чтобы что-то такое поставить чтобы куда-то это поставить потому что видите места то нет здесь никуда не поставить грязное белье никуда не затолкать она у нас так и на машине иногда мы это то сразу все стираю но бывает иногда что-то раз уж уходим и не постирать и иногда вот складываю мало например да прямо сюда на машину приходилось класть да тут сейчас есть корзина раз сложила все сюда сложила всего так классно здесь метам порошки гели там для для принятия душа все часть часть там часть там вот и здесь не хватает конечно мне ящика навесного ящика либо здесь по полочке мне теперь получается надо чтобы выше было что-то да я теперь знаю вот давно хотела купить корзину для белья поставить ее я и на этом расстоянии где-то какой-то вот шкаф бы приделать только единственное что нам надо большие гвозди там пустота немного где-то большие гвозди достать и шкаф какой-то где-то бы купить и сюда его установить чтобы туда складывать вот например чем стираю до всякие гели и чистящие средства туда бы убрать было бы классно а так почему я довольно корзиной довольно все так сейчас у меня будет здорово есть такие как они называются стойки специальные как полочки вот как у нас вот здесь вот туалете есть такие же над над машинкой ставятся но там расстояние вот это вот ниже там вот отсюда например начинается уже там что-то ставить и вот эта корзина не войдет туда ни на чтобы корзина так и стояла здесь вас нет места чтобы хранить где-то грязное белье вообще нет где сразу мы моемся и все так что вот так и будет здесь очень даже удобно давно хотела такую корзину для белья а то в тазик не входит иногда а здесь классно будет не чтоб такая же расцветка была как здесь вот да такой же цвет было бы здорово это все мои дорогие на этом буду заканчивать свой влог не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал все пока-пока